Компьютерный клуб в одном из жилых домов в центре Якутска стал кошмаром наяву для своих соседей. Каждый вечер и ночь отдых сопровождают крики, шум, нецензурная речь, доносящаяся из клуба. Более того, по словам жильцов, агрессивные посетители могут перейти от слов к делу и представляют опасность для окружающих. В ситуации разбиралась Аргавана Захарова. Компьютерный клуб на первом этаже дома на Ярславского, 24, на первый взгляд, ничем не примечателен и такой же, как и десятки других в столице. Здесь собираются молодые люди, чтобы, как говорится, порубиться в разные сетевые игры. И зачастую весь этот процесс сопровождается громкими криками возбужденных посетителей. Все бы ничего, да вот только страдают от этого соседи. Живут и пожилые люди, которые не могут и ночью от их шума нормально отдыхать. Кроме того, 19 ноября 2016 года это молодые люди напали на пожилого жильца этого подъезда. Они постоянно тут курят, пьют. В полицию жильцы обращались, но дальше профилактической беседы дело не зашло. А опасения людей за свою безопасность вполне оправданы. В мире немало примеров, когда полностью охваченные игрой люди перестают отличать настоящие от вымышленного и совершают самые разные преступления, вплоть до убийства. Мы решили посмотреть, какая же атмосфера царит в нашем клубе. Кадры говорят сами за себя. Заметим, в клубе присутствовали в ночное время исключительно дети. Они были настолько заняты игрой, что даже и не заметили, как мы вошли в помещение. Администратора при этом вообще не было видно. Как оказалось, он спокойно спал за стойкой, и ему не мешали ни крики, ни посторонние в зале. Но, как нам пояснили, в окружной администрации владельцы клуба не несут ответственности за нахождение в нем детей. Тут тоже будет уже иметь место быть административная ответственность по отношению к родителям. Однако наказание грозит владельцам клуба за нарушение закона о тишине. В данной статье предусмотрены санкции такие, что на физических лиц от 1 тысячи до 5 тысяч рублей, на должностных лиц от 10 тысяч до 50 тысяч рублей и на юридических лиц от 50 тысяч рублей до 250 тысяч рублей. Также при повторности окружная администрация вправе уже обратиться в Якутский городской суд с иском о продаже из публичных торгов данного имущества. Напомним, что согласно закону жители имеют право на полную тишину с 9 часов вечера до 8 утра в будни и с 10 вечера до 10 утра в выходные. Кроме того, немногие знают, что тишину необходимо соблюдать и в обеденное время с часу до 3. А в случае нарушения человек имеет право обратиться в полицию и подать на беспокойных соседей заявление.